Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом танке Объект 705А. И также расскажу вам свежие новости мира танк. И, конечно, стоит отметить, что есть очень хороший набор Amazon Prime, который будет доступен только до 18 марта. То есть, сегодня последний день, когда можно его точно приобрести. Еще завтра, скорее всего, полдня, но лучше сегодня, чем завтра. И тут хорошие премтанки. Содержатся Т-103, Револвер СЗ, СУ-122-44, Хэви-танк номер 6. Ссылка на набор находится в первом закрепленном комментарии. Также выигрывай золото. Для этого тебе нужно досмотреть это видео до конца и в комментарии указать свой игровой ник. Итак, друзья, тут у нас некоторая акция стартовала с сегодняшнего дня до 31 марта. В общем-то, больше заработка промресурсов в укрепах. Это для клановиков, кто хочет разлить свой клан или кто, не знаю, может быть, уже вступил в какой-то клан. Это, в принципе, неплохая такая акция, так как вы можете быстрее, ну, в общем, прокачать там всякие здания или там резервов накрафтить. Ну, и, кстати, у меня есть клан тоже, если хотите, вступайте. Правда, стоит отметить, что у меня там уже мало мест осталось, всего-то, по-моему, около 4 мест. Так что поспешите занять их, пока, соответственно, они не закончились. Также, друзья, до 22 марта у нас продлится продажа вот этих вот чертежей разнообразных, вернее, обменных, на разнообразные игровые ценности. Советую с умом подходить к этому делу, потому что, действительно, там есть некоторые такие товары, которые, ну, очень дорогие, и при этом, ну, не факт, что они нужны будут. То есть, например, экипаж тот же с перками, то есть, некоторые экипажы вообще бесполезны, то есть, одноперковый. Ну, если у вас его не хватает, конечно, можно его взять, но, представьте, можно там набрать этого экипажа, и просто он будет валяться, вообще, как бы, толку от этого не будет. Далее, друзья, у нас песочница, как бы, последний этап стартует 23 марта. Примерно часов 16. Конечно, тут стоит отметить, что если разработчики там накосячат, и, в общем, как-то все неправильно сделают, то это может привести к большому оттоку игроков из World of Tanks. Потому что, ну, у нас люди, сами понимаете, очень чутко относятся к любым серьезным изменениям, и если они, ну, нужны какие-то, и даже, наоборот, вредные для игры, то многие могут этого, как бы, и не перенести. И так что будем надеяться, что все-таки, ну, тесты эти закончатся положительно, разработчики какие-то, в общем-то, выводы сделают, и в итоге, ну, постараются сделать нормальный геймплей, и не ухудшить то, что есть сейчас. Потому что бывает и такое, что можно сломать и то, что сейчас работает. Кстати, очень такая неприятная вещь заключается в том, что теперь трофейное оборудование нельзя получить без доната в боевом пропуске. Это многих огорчило, потому что, ну, многие без доната у нас играют, соответственно, теперь без золота, то есть, если вы там 2500 не заплатите, трофейное оборудование вы вообще не получите. Это, конечно, довольно-таки неприятная новость для недонатящих игроков. И некоторый такой звоночек, который может говорить о том, что ВГ постепенно будут ужесточать, соответственно, ну, вот, разнообразные всякие акции, то есть, больше доната в них внедрять, так скажем, это, конечно, пагубно может повлиять. Также разочаровал стальной охотник, теперь в него играть можно только в случае, если, не знаю, вы немножечко хотите отдохнуть от рандома и прокачать боевой пропуск. А так, призов там-то вообще нет никаких, это, конечно, меня немножечко шокировало, потому что, ну, по сути, этот режим, он держался на двух, как бы, слонах, если так можно выразиться. Первый из них это, ну, более-менее, все-таки новизна и, как бы, отдых от рандома и более-менее геймплей нормальный. И второе, это, конечно, призы, без этого никуда. То есть, убираешь одно из этих двух составляющих и, соответственно, режим уже, ну, значительно падает в популярности. Я думаю, это мы и будем наблюдать в ближайшее время. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать отличный, в общем-то, сайт, ботхаб, где можно заработать золото. Обратите внимание, что тут два розыгрыша, один совершенно бесплатный, в нем можно поучаствовать, попробовать выиграть какие-нибудь призы. Вот сейчас разыгрывается Л-60 и премиум аккаунт на 30 дней. Также тут есть, не то, что, как бы, ну, наполовину, я бы сказал, платный розыгрыш, где разыгрываются всякие премтанки. То есть, при открытии коробок вам дают энергию, которую можно обменять, соответственно, на участие в розыгрыше. Так, давайте начнем с кейсов инкогнито, конечно же, потому что это один из лучших, вообще, наверное, кейсов в интернете. Так, забираем. Это продаем. Сейчас, конечно, о, ох ты, надо же. Три тысячи с одного раза, можно сказать. Получилось выиграть. Это очень крупный такой вот приз, естественно. То есть, он уже полностью оправдал мои вложения. Теперь только вопрос в том, сколько я еще смогу выиграть. О, еще один премиум танк. Ну, все. Удача так и прет у меня. Так, продаем. Офигенно. Очень хорошо пошло сегодня. А, ну, все, в принципе. Также, что стоит отметить, так это невероятно мощные танки будут продаваться в обновленном магазине. Например, Бабахов В215Б183. Список танков уже давно гуляет в интернете. Он сылит, соответственно. И можно, в общем-то, готовиться к покупке этих танков. А именно, в общем-то, одна из них это Бабаха. Но не только. Сколько бон потребуется на танк 10 уровня от 12 до 15 тысяч бон. На танк 8 уровня от примерно 6 до 8 тысяч бон. Стоит тут отметить, что БГ как будто специально, зная то, что они, в общем-то, расширят скоро. Ну, магазин этот, обновят его, добавят множество танков. В него сокращают, в общем-то, количество бон, которые игроки могут получить. Также в боновый магазин добавят, в общем-то, скорее всего, абсолютно все вот эти апнутые танки. СТГ, хотя он вроде есть в боновом магазине. Ну, Супер Першинг, СТА-2 и Т-343. Соответственно, эти танки мы сможем купить за боны. И, в общем-то, это тоже неплохо, потому что их апнули, и теперь, в общем-то, они хотя бы выглядят нормально, и играть на них можно. Ну, на Супер Першинг вообще так довольно комфортно можно теперь проводить бои. Далее, что стоит отметить, еще один новый танк будет в боновом магазине, Камф Панзер 07 Рэйч. Специально для бонового магазина данный танк запилили. Танк, конечно, не фонтан, так скажем, то есть, ну, довольно обычный, но, тем не менее, тоже хорошая такая возможность получить танк премиумный за боны. Я считаю, что это разумно покупать прям технику восьмого уровня, там, за 6-8 тысяч бонн. Неразумно покупать какие-нибудь там танки на глобальной карте 10 уровня, даже, пускай, и имбовые за 50, там, 40 тысяч, там, 60 тысяч, еще больше бонн. За это количество бонн сейчас вы сможете приобрести очень много разнообразной техники. Далее, еще один танк, это Объект 780. Это у нас советский такой вот танк, который обладает, ну, неплохим бронированием, хорошей подвижностью и неплохим орудием. В принципе, так называемая замена ИС-7, можно так сказать, готовится, потому что ИС-7, как вы наверняка знаете, один из самых, наверное, не апнутых танков. Из старых сейчас, то есть ИС-4 апнули довольно сильно, ИС-100 очень сильно апнули, и многие другие танки апнули, а ИС-7 практически не затронули. Ну, так вот, есть некоторые альтернативы, будет, вернее, за бонн, это Объект 780. Опять-таки, эксклюзивно для бонового магазина данный танк готовится. И последний агрегат, это танк Шармель, премиумный, восьмого уровня. Сразу говорю, что часть танков может и не попасть в боновый магазин в первом обновлении, то есть всего будет два обновления. Первое из них будет, соответственно, после ранговых боев, скорее всего, это апрель где-то будет. Второе, это, соответственно, обновление будет, ну, примерно, это где-то во второй половине года, может быть, в августе или ближе к Новому году, короче. Ну, то есть, сами понимаете, что часть танков точно пойдет на второе обновление. И на этом все, спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока! Продолжение следует...